Вот наше окошко, которое закрывалось четыре дня назад, а теперь не закрывается, смотрите. То есть мы живем на Графских развалинах времен войны. Эти кадры мы снимали в 2011-м на улице Виноградной. Тогда оболзень спровоцировал глубокие трещины внутри частного дома и на его фасаде. Эти съемки того же года. Вот так после смерча выглядели некоторые частные дома на Мамайке. Вода разрушила значительную часть здания. А вот эти квартиры на улице Чебрикова пострадали при сильном пожаре. Выгорели почти полностью. Стихийные бедствия, пожары, оползни, взрывы бытового газа – все это в Сочи проходили. И в каждом из случаев возникал вопрос, кто и как компенсирует ремонт частных домов и квартир, восстановление которых деньги с бюджета вкладывать в закон не позволяет. У муниципалитета, у региона, у федеральной власти есть обязанность, согласно Жилищного кодекса и Конституции, в случае, если гражданин в результате стихийных событий потерял свое жилье, то власть обязана предоставить это жилье. Но если жилье не потеряно полностью, то такой обязанности у власти нет. Проще обстоит дело с застрахованными квадратными метрами, владельцы которых гарантированно получают компенсации, рассказали в Сочи на специальном семинаре. Тема – единая система добровольного страхования жилья. Это краевая программа. Она начала действовать в прошлом году. Цель проекта – защитить интересы жителей края. Защитить их дома в случае пожара, аварий системы отопления, водопровода, канализации, взрыва бытового газа, стихийных бедствий. Именно такие риски смогут покрывать страховщики согласно проекту. Для того, чтобы притратить себя и потеря своего жилища от таких моментов, нужно прибегать к этому механизму. Наша цель стоит в том, чтобы этот механизм приобрел массовый характер, для того, чтобы в случае возникновения ситуации, массового характера, частичного, человек мог свободно возместить свое жилье. Застраховать по краевой единой системе можно дом, квартиру или их части. Программа предлагает единые, равные для всех условия страхования. Так, при ежегодном взносе в 900 рублей за квартиру или 1350 рублей за дом, можно рассчитывать на выплату в 500 тысяч рублей. При взносе в 1800 и 2700 рублей за квартиру и дом соответственно, можно получить выплату в размере 1 миллион рублей. Для реализации программы в крае выбраны 10 страховых компаний. В Сочи с администрацией будет сотрудничать РИСО «Гарантия». Компания будет компенсировать 70% от причиненного ущерба, остальные 30% – это бюджетные средства. Единая система добровольного страхования жилья – это своего рода социальный проект, ведь цена в два раза меньше среднерыночной по данному виду страхования. Плюс контролировать выплаты будут краевые власти. Главное отличие этой программы в том, что она более адаптирована под широкие слои населения, она более удобна для наших граждан в плане заключения самого договора, в плане стоимости, потому что, как правило, страховые продукты на эти суммы ответственности значительно выше, нежели чем вот этот вот проект. Прошедший сегодня семинар – первый из трех запланированных во всех районах города. Авторы проекта надеются убедить жителей Сочи присоединиться к программе добровольного страхования жилья, чтобы сочинцы, защитив свое имущество, могли быть уверенными в завтрашнем дне.